Привет тебе, автолюбитель! Это АВБАЙ, а это наступил последний месяц лета. Ну а я расскажу про предпоследний, про июль и про его итоги на нашем проекте. Погнали! За месяц реализовали три интересных продуктовых новинки. И первый из них — это сервис распечатки своего объявления с АВБАЙ под стекло автомобиля. Заходите на АВ, печатайте свое объявление с QR-кодом и вешайте на свой автомобиль. QR-код будет вести точно на ваше объявление на сайте. Можно хоть пять штук распечатать, чтобы на дороге, ну или во дворе точно никто не пропустил, что вы продаете свою красавицу, ну или красавца. Второе интересное обновление — это возможность за небольшой платеж отключить всю рекламу на сайте. Уходят баннеры, брендирование и другие разные форматы на вебе и в приложениях. Конечно, мы не убираем спецпроекты, новости компании и другую рекламу, интегрированную в тексты. С момента релиза уже несколько десятков человек воспользовались этой услугой. Услуга больше предназначена для тех пользователей, которые пользуются АВБАЙ как профессиональным инструментом. Чтобы ничто не отвлекало от работы. Чтобы перекуп не отвлекался. Получается так? Ну и третьим апдейтом стало появление в личном кабинете сайта и приложений вкладки «Мои отчеты», где будут храниться все купленные отчеты по ВИН-номерам. Сервис становится очень популярным в стране, поэтому мы продолжаем его развивать и делать удобней. Самолеты на АВ Все наши важные апдейты, типа этих, для начала нужно спроектировать, закодить, протестировать, прежде чем отдать вам на растерзание. И мы как раз ищем себе в команду нового QA-специалиста. Человека, который будет находить баги прежде, чем их найдете вы. Если у вас есть хорошие специалисты, пусть откликаются на работе бай. Ну а в июле к нашей команде присоединились Лера и Лиза. Лера развивает наши соцсети, а Лиза следит за грамотностью текстов нашей редакции и всего сайта в целом. Добро пожаловать в команду! Сейчас мы дойдем. Там один момент есть. Ты сейчас мне за все… Да. Еще одна важная для нас новость. Нам удалось получить высокий кредитный рейтинг от рейтингового агентства, аккредитованного Нацбанком Беларуси. Это говорит о том, что наша кредитоспособность выше среднего уровня по стране. Такой рейтинг получают единицы. Поздравляю всю нашу команду с этим достижением. Теперь про базу объявлений. За месяц количество машин на сайте практически не изменилось. Смотрите, на графике увеличилось количество публикуемых объявлений. Причем примерно в таком же количестве их удаляют, когда сделка состоялась. Поэтому база осталась на прежнем уровне и цены тоже пока не взлетают. А вот посетителей стало больше на целых 4%. Это говорит о том, что низкий сезон уже заканчивается и в августе мы увидим повышенный интерес к покупке автомобиля среди нашей аудитории. Давно не рассказывал про нашу выручку. Подвели итоги полугодия. За первые шесть месяцев идем с выполнением на 25%. А если сравнивать год к году, то рост составляет 57%. И команда, конечно, знает, за что борется. Второй год подряд по итогам полугодия мы всей командой поехали на Турецкое море. Но это как Минское, только в Турции. Отметить успех и обсудить, как достичь следующих высот. Это были очень насыщенные четыре дня. Успели и поработать и отдохнуть. Такие штуки нас очень сильно объединяют и заряжают правильной энергией до следующего выезда. За июль выходим на 38 авторских материалов с учетом спецпроектов. А один из них стал рекордным за последние полгода по количеству читателей. И это статья про зарплату комбайнера, которая перевалила за 200 тысяч. И это не рублей, это просмотров. Вот что людей интересует, а не всякое там. В начале месяца мы проехали 750 километров на интересной электроновинке Don Fang Box. Изучили новый Geely Atlas на подъемнике. Пообщались с жителем Новогрудка, который решил свою 22-ю по счету Яву сделать не такой, как у всех. А также с владелицей 63-летней Волги. В зените лето посетили автомобильный рынок Малиновка и обсудили с экспертами, какие есть перспективы вывоза американских битков из Литвы. Альтернативные пути всем понятны. Тут вопрос в том, как поехать. Многие не могут просто поехать. Ну, типа стоят и такие, а куда поедем? Четыре пятьсот, пять пятьсот, шесть пятьсот. Разумеется, продолжили рассказывать о технике с полей и подготовили материал о тракторе Дойцфар Агротрон Варио. А еще мы рассказали о редком Chevrolet Corvette C8 за 150 тысяч долларов и литровом Geely Benju из Китая. Больше всего просмотров в Ютубе собрал ролик про авторынок Германии. Видос уже подбирается практически к 150 тысячам просмотров. Посмотрите его обязательно, если еще не видели. Это второй видос из нашего Евротура. У Юли был Агро-Агро-Евротур. И Юль выдался горячим. Ну, а ты никогда не оставляй в машине кошечку или собачку. Ну и детей тоже не оставляй. Нужно, чтобы дети выросли и продолжили смотреть наши видосы. Пока.